В прошлом году поднялась хорошо цена на зерно, но это связано во многом с мировым рынком, что мы продаем пшеницу за границу. Что касается овощей, то мы не продаем за границу, это внутреннее потребление. Тем не менее на овощи все-таки скачок, и на картофель в том числе, морковка. Но это же урожай прошлого года касается его, да? Картофель зимой подорожала значительно. С чем этот связан скачок цен? Прямо картошку очень заметно подорожала. Ну а это об этом я... Опять же, я вам говорю, это просто ложь, информационная ложь. Все, я кого знаю, картофелеводы, вот все картофелеводы, ну практически до февраля месяца они продали картошку. Так же, как и мы. Редкий случай, кто остался, допустим, чипсовый картофель на фриталеем. И то, хочу подчеркнуть, у нас в Италии, и также те ребята, которые энергия, другие работают, они заключают договора, и то, что он сдал в апреле или там в мае, цена согласна договору, 16 рублей. И мы не имеем права односторонне поднять цену и диктовать там заводу свою цену. Поэтому то, что цены там зимой вроде бы подпрыгнули, мне всегда поражает в нашей стране. Вы это не почувствуете? Да, мне поражает в нашей стране, когда картофель все продали, бах, цена подпрыгнула. Но мы же не дураки, она подпрыгнула и сыграли, получили вот эту маржу и прибыль те, кто у нас картошку скупил и положил себе в Москве, там, в склады и все остальное. Точно так же, как зерно. Как только элеваторы забили, цена упала. Как только элеваторы пустые, немного цену подняли и все остальное. Потом цену поднимают на пшеницу, а его уже нет. Мы его уже сдали. И кто зарабатывает опять? Те, у кого элеваторы полные, они берут и зарабатывают на нашем зерне. Мне даже, я говорю это правда, мне даже один представитель Юга Руси, он сказал, «Я сидя в кресле, зарабатываю больше, чем ты зарабатываешь, рапом стоишь в поле». Да, все остальное. И он прав. Он прав. Потому что в тот момент, когда цена поднимается, у ребят нет зерна. Вот такая игра. Но если у нас рынок, ну давайте тогда не играться. Давайте мы будем подстраиваться от рынка. А то захотели, рыночная цена такая хорошая. Нет, наше правительство берет там и решает. Все, закрываем границы, цена упала и все остальное. Но мы же, я вот просто говорю, если я сдал образно по 15 рублей килограмм пшеницы, то человек, который продержал 3 месяца, 3 месяца, то уже это надо перебросить погрузчиками. Это надо бурты эти, ну держать в состоянии, чтобы там они не занело зерно, не завелось долгоносик и все остальное. Потом это зерно никто не примет. А это все элеганты, это все люди, это затраты. И уже 15 рублей, это и руда. 20 рублей уже выходит. И они нам образно, и дают 20, да. Когда он 4 месяца продержал, и мало того, что еще берут, понижают. А он-то уже потратил денег. И что выходит зерно? Они говорят, сельхозники заработали. Да не заработали ничего. Они его продержали 5 месяцев, раза 2-3 перебросили. Сколько электроэнергии ушло, уже 2 рубля длило. И так далее, и тому подобное. Поэтому вот тут, как игра такая, ты попал или не попал, выиграл, не выиграл, и все остальное. Поэтому 20-й год мы, как бы, да, сдали по 15 рублей, но тут же только не успели сдать, а оно по 18. Да. Николай Николаевич, если выделять овощное направление и зерновое, вот вы говорили как-то, что в иные годы вас выручает в большей мере пшеница, скажем, зерно, да? В иные годы вы выскакиваете за счет овощей. Вот в прошлом году овощное направление, как оно выглядело? Оно было более прибыльным по сравнению с зерновым или менее? Нет, в том году, конечно, зерновые дали прибыли больше. Больше, да. Знаешь, то есть зерно, вот, пожалуйста, все в оборот тут преимущества, да? Да, потому что картофель и лук – это очень затратная часть. Дело в том, что, как многие делают так, ага, картошкой занимаются, ну и прибыли нет, и начинают бросать картофель, да? Чтобы мне бросить картофелем заниматься, вот многие, там, вот, Нива, там, другие, они сейчас переходят на кукурузу, больше увеличивают кукурузу, да, часть. Да, да. И я бы с удовольствием перешел на кукурузу, потому что это картофель, лук, это такой вот… Очень хлопло. Очень хлопло. Вот на сегодняшний день в среднем 350 тысяч затрат на гектар. Да, это и лук, и это точные цифры. Если кто-то там, мне обидно бывает, когда человек не считает, бизнес-план не составляет, и там что-то выросло, говорят, а 150-170 тысяч, я вам ответственно говорю, 350 средняя цена затрат на гектар. А по сравнению с зерновым на пшеницу? Ну, конечно, это в разы дешевле. Там тысяч 30, наверное. Ну, 30-50, по-разному во всех, это опять же, кто экономит на гербицине, о чем же я сейчас и говорю. А, ну у вас еще и на поливе может быть пшеница. Да, это затратная часть, что по пшенице, что по картофелю, тоже разная, потому что одни просто покупают семена мусора, этот за 9-10 рублей, я покупаю семена по 39-40 рублей, средняя цена, и тут себестоимость слаживается серьезно. Поэтому мы бьемся за качество. Но в общем, в общем, мы получаем вот такой урожай и, как бы, вот такую общую прибыль. Теперь хочется расспросить об особенностях сезона. Он многих овощеводов напугал нынешний сезон с его обилием осадков, переувлажненностью, невозможностью вовремя зайти в поле и так далее. И многие напуганы были, и в разное время весны мы общались с овощеводами, они были в большой тревоге. Каковы ваши оценки? Вот дожди, влажность, прохладная весна, это плюс или минус? Что вы бы отнесли к плюсам, что к минусам? И как вы на все это реагировали? Знаете, я родился и вырос здесь, и климат этот знаю. Вот в этом году климат вернулся тот, который был здесь всю жизнь. И меня абсолютно, ну знаете, там, как бы хвалиться нельзя, но уже шкурой чувствуешь, что будет. Ага, и что будет? Да, и что будет, и как надо работать, и как готовиться. Вот, вот, про эти подробности. Так же, как вы задавали вопрос по засухе, так же и этот год. Вот, но я хочу сказать, даже посравнить с годами, вот те, которые были, предыдущие, и этот год, никаких сюрпризов для нашего коллектива, ничего абсолютно. Ага. Это прекрасный год, и опять же, я благодарен Господу Богу, вы там, можете это уверить, не верить, но я на коленях становился, благодарил Господа Бога, я говорю, это ж такое счастье послать столько дождя. Да. Вы посмотрите вокруг, все пышет. Да. Вся природа радуется. Как не любить природу? Те, кто говорят там, а, вот там дождя много, там что-то не успел. Ну подожди, как у Бога, говорит. Ну глянь в зеркало на себя, кто в этом виноват? Ну ты ж виноват. Сам. Не надо критиковать никого. О, у нас жара, сами знаете, да, плохо. Говорят, засуга все. Пускай они грунт. Делайте все вовремя, и все будет нормально. А я хочу сказать и даже обратиться тем вот этим ухарям, которые даже некоторые меня подкалывали. Вот была жара, возьмем, да. Они говорят, ну что ты дурак, вот берешь гербициды, там тратишь вешенные деньги на там по пшенице. А я вот уже пять лет и ничего не делаю, нашлось пшеницу. Ага. И они действительно не гербицидили. И действительно убирали пшеницу. А я тратил деньги. А в этом году они поймались. Они не гербицидили. И вы едете от Ростова. Посмотрите, не надо далеко ехать. Посмотрите, вправо и влево. Бурьян выше пшеницы уже стоит. Вопрос к этим сейчас тем, кто не гербицидил, да, пшеницу. Как же ты будешь убирать пшеницу? Вот беда будет какая. Да, это будет для области, для многих. Разгильтяев, я так и скажу. Пускай они валят на дождь. Я хочу, вы вопрос задали по влаге. Прекрасно, дождя, все вовремя. Вот если брать наше хозяйство, наши агрономы, и я лично радуюсь. Он прямо как по заказу работал. Вот дождь пройдет. Мы, я всегда готовлюсь. Ну, может, я трус, как профессиональный трус, который начинает с ноября месяца готовиться к беде. И я готов. У меня уже в феврале вся техника, все опрыскиватели, все готово. И финансово. Завезена солярка, завезены удобрения. У меня все готово. И кадры есть. Как недавно один позвонил. Могу это сказать, не буду фамилию называть. Он говорит, ну что там? А до дождей, все, а тут только хотели выходить. А трактористы из-за этих дождей забухали. И мы теперь ждем, пока не пробухаются. Это ужас. Вы представляете? Это ужас. Вот для меня это слышно. Это страх. Это катастрофа. Как это? Он пропьется, а я буду ждать. И что дальше? Никакого ужаса. Дождь прошел, мы радуемся. Слава Богу. Солярку не трачу. 34 поливалки. Я вам хочу сказать. Мы в день, если в обыкновенный день, мы тратим 10 тонн дистоплива. Вот развозим пиццовоз, 10, 12, а наверное, наибольшие, тонн по два раза заправляем, тонн соляки, вот в жару. Вы представляете, какие деньги? Да. А тут опрыстули, прошли, все, и дождик пошел. Залил так, мы считаем, два полива, вот это молодцы. Сыганомерие, да? Да, два полива. Опять солнышко появилось, все, все опрыскиватели 10, прицеплены, все набрано, все химия на месте, все на месте. Ребята, хоп, и пошли все в ночь, в день, там в ночь, сколько позволяло, промежуток времени. Картофель обработан, лук обработан, то обработано, пшеничку обработали, проэрпицидили, опять дождь пошел. То есть вы и за погодой следите, прогноз? И следили именно за сроками, обязательно опрыскивали. А, ну да. Да, обязательно, да, вот это мы переживали, да, чтобы попасть. Опять дождь прошел, у нас все нормально, ничего не горит, все классно. Опять мы радуемся, поливать не надо. Вот был дождь предпоследний, так он 35 миллиметров налил. Ну, елки-палки, ну день не могли войти, два не войти, а сроки у нас нормальные. Заходим, опять накрыли вот этой оравой, все есть, все опрыскивали, прошли, все радуются, докладывают мне агрономы, пшеницу прошли, и это прошли, все прошли. Николай Николаевич, бояться нечего, все нормально, мы все здесь, все дежурим, никаких выходных, никаких там отгулов, прогулок, никаких пьянок, как вот это мне рассказывают в Басе Хрилово. И все прекрасно. Помощи нет никакой. И тут секретов нет, звонили с Министерства сельского хозяйства. Мало того, что была помощь по водополивной технике, субсидии были, на следующий год уже нас предупредили, что субсидий практически не будет. Не то, что их не будет. Поставить 3-4 поливалки, там, круговые, фронтальные, это вместе с демонтажом всех труб, это 50-60-100 миллионов. Где помощь? Где помощь? Нет. На сегодняшний день, в связи вот о том, что я впереди сказал. Вот обидно то, что я могу сказать, я открыто говорил, вот там приезжал ко мне замминистра сельского хозяйства, говорит, Николай Николаевич, ну субсидии вам же дают. А я говорю, не надо давать, заберите их и никогда не вспоминайте мне. У меня было 3 тысячи гектара, я получал 25 миллионов, 27. А сейчас 8 тысяч гектар земли. У меня картошки было 250 гектар, а сейчас 1300 гектар. 1300 гектар? Да, 1300 гектар картофеля и 360 гектар лука, это самая тяжелая работа. 4200 гектар пшеницы, кукурузы 500 гектар, гороха 500 гектар и так далее. И вы мне говорите, и я сейчас получаю опять 25 миллионов. Это помощь? Это помощь? Если по европейским стандартам я был, то я должен, я говорю, уберите все. Вы знаете, такое обидно бывает вещь, почему я так сказал со злостью, уберите все эти субсидии. Вот я сажаю картофель, да? Есть элита, есть первая репродукция. Маразм, вот просто маразм, да? Я сажаю картофель, правда, обгольственный, чтобы кормить всю страну. Не мусор. Дают субсидию, слушайте, элита. Да, только на элиту. Это вот было в 18-м, 17-м году. Все. А на первую репродукцию не дают. Хотя каждый понимающий, занимающий картофель, понимающий, первая репродукция, это и есть семена. Я же занимаюсь картофелеводством, выращиваю плодород. Нет, только на элиту. Потом начинаем узнавать, а почему на элиту? А потому что кто-то с Госдумы, чье-то начальство выращивает элиту. Семеноводство. Да, и меня на синий управляют у него покупать элиту, чтобы получить субсидию. Прошел этот маразм. В этом году придумали вообще кино, вот в 20-м году. Они пишут, субсидируются семена, допустим, гала или там другой, сорт конкретно. А вот эти не субсидируются. И у меня как кино, знаете, как у бедного. Куда бы ни пошел, я ему ничего не даю. Так и этого. В том году, в 17-е, в 16-е год я не попадаю, потому что элиты я беру мало. А вся первая репродукция, семена и картофель. Ну, там получил субсидию, вот так чуть-чуть. Потом думаю, ну ладно, беру элиту. Беру первую репродукцию. Думаю, хоть субсидии получили. Нет, и тут-то было. Надо взять вот этот, вот этот, сорок. А на эти сорта, которые у меня, нету субсидий. Опять узнаем, а что ж это за сорта, куда их брать. Звоним, ну вот это взгост думает, тот выращивает, тот. Они сами под себя подстраивают вот эти субсидии. Поэтому я взорвался и сказал, говорю, уберите эти субсидии. Уберите субсидии на дистопливо, уберите на все, уберите. Сделайте, как в Европе. Одна комиссия приехала, глянули. Юзехо обрабатывает 8 тысяч гектар земли. Сидоров там 3, 5. На обрабатываемый гектар дайте мне, как в Европе, от 250 до 600 евро. Мне страшно становится, Николай Васильевич. Я даже при средней цене должен получить был 150-200 миллионов поддержки, как в Европе. Вот тут бы я был не хуже немцам. Я бы не хуже немцам. Настроил бы здесь такие автоматические хранилища. Я бы их не потратил, не пробил. Но я бы сделал такое хозяйство, что Европа завидовала бы и все остальное. Взяли. Валей, да? Валей, да. Сколько мы, 55 миллионов нам дал кредит Сбербанк. Но в этом году как раз нам, вот тоже, Николай Николаевич, там, 3 поливалки. Давай 3, давай 3, ну дай бог им здоровья. 50% будет субсидия на поливную технику. Ну, Николай Николаевич, там, уши развесил же. И берешь 55 миллионов, с 55 миллионов нам всего вернули 15 миллионов. Где 50%? Где? И начинается. Да вы знаете, Николай Николаевич, вот там вот решили, там, убрали, там, украли, там, непонятно что. И 15 миллионов. Кто-то может сейчас сказать, да ты бы рад был, что тебе хоть и 15 вернули, да. Ну, тогда о каком развитии мы можем разговаривать. А я хочу, вот о чем вы задали вопрос, а я хочу творить больше. А я хочу сделать предприятие европейское. А я хочу, чтобы у меня рабочие за такую зарплату. А мы дойдем к этому рано или поздно, чтобы работал с 8 до 4. А в 4 садилась другая смена и поехали, но при этом зарплату они получали такую же, как сейчас. И вот обидно то, что тоже глава района. 17 лет я просил, вы обратили внимание, что садов нету, когда вы ко мне ехали? 40 лет простояли сады заросшие, 40 лет я просил электричество, дайте этот сад, дайте этот сад. Когда они уже позаросли до такой степени, я за год раскрочевал около 350 гектаров земли. Вам отдали эти сады? Да, у меня сердце слабое отдали. Я их покупаю, купил по цене за 100 тысяч за гектар, как землю. Вложил, раскрочевал, сколько еще денег надо на раскрочевку. Ну, как минимум. Но вам же компенсируют за раскрочевку. Никто, ничего не раскрочевал. Это тоже же анекдот. Положение идёт. Да, я говорю, раскрочевал, я быстро раскрочевал там 100 гектар. А потом приезжаем, они говорят, ну а что ж ты раскрочевал, надо было сфотографировать, показать, комиссию вызвать, все остальное. Я говорю, так поехали, оно ж видно, вот, раскрочевано. Мало то, что видно. Сельхозуправление может подтвердить, что вчера это был сад, все остальное. Не-не-не, субсидии уже не положено. Всё. И тут пролетел. Тут пролетел. Это кино и немцы. Беру по-другому, вот Винцовгос, опять покупаю землю, вызываю сельхозуправление, фотографирую, готовим акты. То, что мы действительно купили, думаем, хотим получить субсидию. Раскрочевали, они говорят, ну а в этом году на корчевку нет денег. Я говорю, ну всё, мне надо было в руку и спрашивать. Несмотря на сложности, прибыль получена по итогам минувшего года. Вот какие инвестиции? Вы отчасти затронули уже, вы всё время развиваетесь. Это закономерно и без этого нельзя. Если стоишь на месте, то начинаешь проваливаться. Вот вы стремитесь сейчас расширить поливной клин. Вот это основные инвестиции хозяйства? Или есть ли другие ещё направления, куда вы вкладываете средства для того, чтобы развивалось хозяйство? Инвестиции, те, которые я начал работать, зарабатывая каждый год, я понимаю, что в России очень тяжело с арендой, я начал покупать землю. Ага, инвестиции в землю, хорошо. Да, когда и тут параллельно пошло, я начал чувствовать, что с этими ДТ-75, с нашими этими кировцами, как бы там ни говорили, и всё остальное, это тормоз. Вот советский тормоз. Техника, с которой ты не можешь шагнуть вперёд. И тогда, ну такой смелый ход, я в год набрал где-то на 250 миллионов только техники. Это были где-то, наверное, 12-й год, 13-й, 14-й год. Я в год покупал техники на 250 миллионов. Это рискованная такая вещь. Мы переворужились полностью. Пошёл приток кадровый. Пошла совсем другая обработка земли. В этом году будете вкладывать? Мы уже вкладываем. Я сейчас вот даю как раз. И мы переворужились полностью. Я хочу сразу вот это подчеркнуть. Самое важное. Если ты хочешь, чтобы у тебя люди работали, а люди у нас уже не дураки, за бутылку они работать не будут, если некоторые думают, то первое, это дай место работы, чтобы оно было не хуже, чем в Германии. Это хорошая техника. У меня трактористы, кондиционер, магнитофон в шортах, работают, не были, ничего не видят. И хорошая зарплата. Кадров хоть отбивают. Молодёжь хочет работать, приходит 20 лет парню, он садится. Недели он уже на Джангире, как самолёт работает. Я сам удивляюсь. Думаю, это надо 20 лет, а им же интересно. Там жорстик вот это всё, компьютер, всё интересно. Они работают прекрасно, я вам хочу сказать. Есть у нас молодёжь, которая любит землю, есть, которые идут на землю, работают всё. Первая инвестиция, это было переоружением техники. Очень большие инвестиции. Вторая инвестиция, это покупка земли постоянно. Мы в год покупали почти по полторы, по тысяче гектар земли. Сейчас, да, сейчас землю меньше. В том году я купил где-то в районе 400 гектар. В этом году планируете? В этом году пока, как говорится, никто не землю купить, то есть продать землю. А если будут, то вы продадите. Обязательно, да, обязательно, потому что земля, конечно, нужна для сего оборота, не для обогащения. Обязательно. То есть вы будете стремиться к тому, чтобы все 8 тысяч были в собственности? Во-первых, да, все 8 тысяч должны быть в собственности обязательно. Тогда ты начинаешь работать над землёй. О чём я вам сказал. Начать работает Ольга Георгиевна, чтобы увеличить плодородие почвы, обеспечить будущее этой земли. Хорошо. Вот. Поехники в технику планируете в этом году? Или, может быть, уже закупали что-то в этом году? Поехники. 27 миллионов. Стало 8, я все 27 миллионов. Все до копеечки влажил в развитие. Это строили хранилище. Мы построили хранилище. У нас на 15 тысяч хранения овощей. У нас шикарная мастерская. У нас шикарный офис. Построили вот этот ресторан. Но, это я только за одно отделение говорю. На втором отделении у нас построили за 15 миллионов новый современный зал для очистки зерна. И всей продукции. Горох и всё остальное. Построили там 2-3 хранилища на 14 тысяч хранения зерна. Переходим на первое отделение. На первом отделении сделали шикарную мастерскую. Там филиал кафе, где наши люди кушают. Там еще построили 2 хранилища на 9 тысяч хранения зерна. Там построили заправку. Огородились. Посадили вот на третьем отделении у нас шикарный сад. И сейчас посадил я молодой сад на первом отделении. Тоже около 500 деревьев. Которые... И он как-то вот так сказал, он тоже фермер. И он говорит, если ты будешь думать, начиная работать, и думать каждый год о прибыли и о деньгах, то никогда у тебя ничего не получится. Ты должен думать об урожае, о что нужно сделать. Ну, образно назвать, о бизнес-плане. Что то, что ты наметил, ты должен сделать. Это качественно, вовремя и все остальное. И тогда у тебя появятся деньги. Вот тогда появится... Если изначально вперед лошадей ты ставишь деньги, никогда ничего не получится. Логично. Почему я дошел? Ну, в связи с такими помощью государства, мы сейчас вынуждены, и дай бог здоровья, что американцы повернулись к нам лицом, импортной техники. И сейчас по 3D программе мы имеем право поменять. Мы поменяли осенью джандир на новый, поменяли еще один джандир на новый, купили новый трактор, купили квас новый, ну, что тут... Трактор тоже, да? Да. Купили у нас машину новую, которую нам картофель возит семенной там и на продажу. Купили еще, так говорю, уазики купили, но для работы потихоньку, ну, не то, что было 6 лет назад, когда я мог посмотреть. Уже не массово. Уже не массово, уже конкретно выбираем, а вот это, вот это, вот это. Точечно. Ну, так же и стараемся, ну, как, ремонтировать, в ремонт все это надо улаживать. Ясно. Так по милиарации... Да, в этом арке поставили еще 3 поливалки, вот, уважали. Да, взяли. Валей, да? Валей, да. Сколько мы, 55 миллионов нам дал кредит этот, этот, да, Сбербанк. Но в этом году как раз на... Вот тоже, Николай Николаевич там, три поливалки, давай три, давай три, ну, дай бог им здоровья. 50% будет субсидия на поливную технику. Ну, Николай Николаевич там уши развесил же, и берешь же, 55 миллионов, 55 миллионов, нам всего вернули 15 миллионов. Где 50%? Где? И начинается. Да вы знаете, Николай Николаевич, вот там вот решили, там убрали, там украли, там непонятно что. И 15 миллионов. Кто-то может сейчас сказать, да ты бы рад был, что тебе хоть и 15 вернули, да. Ну, тогда о каком развитии мы можем разговаривать. А я хочу, вот о чем вы задали вопрос, а я хочу творить больше, а я хочу сделать предприятие европейское, а я хочу, чтобы у меня рабочие за такую зарплату, а мы дойдем к этому рано или поздно, чтобы работал с 8 до 4, а в 4 садилась другая смена и поехали, но при этом зарплату они получали такую же, как сейчас. Три поливалки вам для чего? Вы обновляете, заменяете? Нет, нет, продолжаем. Расширяем. Расширяем, увеличивать полевой клим. У нас никогда за 17 лет не было дефицита кадров, никаких. Есть очередь и водителей, и трактористов. Я всегда отвечаю, там многие говорят, поэтому почему в кадрах мы не нуждаемся, и к нам еще пишут, потому что первый залог мой – это то, что нужно относиться к людям как к людям. Я верующий человек, я казак, донской, верующий, и отношусь, стараюсь, по крайней мере, жить по заповеди Божьим, да, а там прекрасно написано об отношении к человеку. Поэтому мы, я вот перевод тут перечислил, и одеваем их бесплатно, и кормим, все. Но самое главное, у них средняя зарплата выходит не так, как многие руководители хвалятся там, что у них зарплата там тоже доходит до 60 тысяч, но это всего лишь июль, август, ну и сентябрь. А зимой у некоторых хозяйств по 5-10 тысяч. Я не знаю, как человек может жить на такую зарплату. Вот просто не знаю. Может, я не такой, как все, но на 5 тысяч, если еще двое детей, как заплатить за газ, за свет, и прожить на 5-6 тысяч, это, говорят, ну это же зима. Так вот, у нас с января по январь средняя зарплата это 65 тысяч. Это с премиальными 65 тысяч. При том, что я не считаю сюда одежду, я не считаю обеды, ужины, я не считаю другие льготы, которые мы предоставляем тут рабочим. Это бесплатный картофель в районе 300 килограмм на семью, бесплатно, подтверждаю. Многие берут своим рабочим, работают на картофель и продают же картофель. Ну, поэтому и воруют, да, потому что нельзя работать на том месте. И я хочу сказать тем руководителям, которые, если я начинал картофель, то первый год у меня около 100 тонн разворовывали. Привычка осталась советская вот это вот, тянуть домой. На сегодняшний день у меня никто не ворует. Я не нахожу ни мешков, ни сумок с картошкой, ни чур. Но, допустим, мы раздаем 20 тонн картофеля. Это не так уж много. Если посчитать, там кто-то сгнил, пропал картофель, не пропал, 20 тонн для рабочих, те, которые мне выращивают прекрасный урожай картофеля, это не дорого. Поэтому это вот кадровый вопрос. Поэтому он и решается. И, как бы, обращаясь ко всем руководителям, надо не забывать, что без людей, которые трудятся у нас на сельском хозяйстве, это тяжелейший труд, тяжелейший, даже на новой технике, это тяжелый труд. Сегодня дождь, завтра нет. Надо работать в ночь, надо работать, там, ждать, пока закончится этот дождь, чтобы подсохнуть. Это непрерывный, кропотливый труд. Ну, я всегда сравниваю с шахтером, да, это надо любить настолько землю, чтобы работать здесь и все остальное. Поэтому нужно относиться, и тем же руководителям надо задумываться, когда у трактористов, того же механизатора двое-трое детей и жить на 10 тысяч, ну, это просто бессовестно, да, нельзя так относиться к людям и все остальное. Надо немножко урезать свои карманы, подтянуть пояса, но людям, которые трудятся, и без этого не будет предприятия, не будет урожая, им нужно платить. Еще одно направление у вас, это вложение, это кафе. То есть вы увидели в этом тоже возможности бизнеса, да, возможности заработка? Нет. Кафе в городе, вот, вы приобрели. Дошло, дошло, ну, доходит до того, что что тут хвалиться, доходит до того, что мы видим, что химия подорожала, все подорожало, а выкручиваться надо. Я не из тех руководителей прийти и сказать, как вот, я не буду называть, говорят, химия подорожала, директор говорит, урезаем зарплату. У нас всегда виноваты эти... Работные. Работные. Работные фотошки. Они говорят, ну, надо урезаем это. Я не из тех рабочих, я начал думать, на чем можно образно восстанавливать тот портфель, который должен идти в дело, образно, в оборону. И, как бы, тут совпало, наверное, кафе, которое за долги мы забрали, мы его сделали, открыли. И надеемся, мало того, что мы будем приносить пользу и людям, и нашим рабочим, но наши повара, наши вот эти сотрудники, они будут возвращать нам деньги. Я вот сейчас скажу цифру, которая к нему их убивает. Мы, наш коллектив, 220 человек, кормится бесплатно. 22 миллиона в год. Это обеды и ужины. Для работников? Да. 22 миллиона в год. Серьезно. Так в том году у нас одно кафе вернуло 10 миллионов. Вот просто банкеты, свадьбы. Ну, вот это вот кафе, которое здесь. Да, кафе, которое вернуло 10 миллионов. И тогда идея появилась, а почему не достроить то? Берем кредит, достроили то. И, образно, цель не нажиться, а вернуть вот эти 22 миллиона, чтобы кафе зарабатывало. Так как все равно кафе, и мы это один коллектив, образно, один и тот же коллектив. Но вы будете принципы там сохранять, которые здесь, то есть, вот своя продукция, она будет туда тоже идти. Из сада, из картофель, да, вот пойду и туда идти. Ура, мы вопрос подняли. Сад посадили, да, 500 деревьев разных, это абрикосы, черешни, трех видов, груши, яблоки, и все остальное. Мы себе обеспечиваем, коллектив, на год, своей чистой, качественной продукцией, капель изображения. Но, кроме этого, мы еще на город, для города, продали на 4,5 миллиона, вот эти черешни, и все остальное. Это продали. Плюс, сейчас еще один сад, сейчас маленький заложили. Мы там не собираемся, там промышленно что-то. Это для того, чтобы понизить себестоимость тех же обедов, и все остальное. Одним словом, мы ищем внутри, те резервы, которые мы можем понизить. Ну, а что мы сделаем с химией? Будем ругаться? Не будем ругаться. Я что, внешний президент, сказать, почему такая химия? Конечно, дай Бог, чтобы Владимир Владимирович обратил на эту проблему, потому что выживать очень тяжело.